Работаем на эксперт диалог 2022. Дмитрий, как меняется потребительское поведение в последнее время и как это влияет сейчас на сеть перекресток? Хороший вопрос. У нас, наверное, изменения столь стремительные, что их фиксировать даже иногда не успеваешь, поэтому сейчас там горизонт планирования у всех, я думаю, что сократился, но из того, что на сегодняшний момент, на конец года я бы смог, наверное, отметить, это, конечно, переход в режим экономии, это видно, но при этом мы видим, что по-прежнему приходит в том числе новая аудитория, мы видим переток из тех же самых ресторанов, например, мы видим, что эмоции, эмоциональная покупка и хороший свежий продукт, он все равно востребован, то есть люди ищут позитива в рамках там происходящих событий. Понятное дело, что мы видим определенные и видели определенные явления в магазинах, расположенных в торговых центрах, при этом кратковременно мы видели негативный тренд в упакованной готовой еде, потому что люди, наши клиенты на какой-то момент, видимо, перешли на более домашнее потребление, сейчас эта категория снова восстанавливается. Мы по-прежнему и даже как бы усиленный некий тренд видим на переключение на собственную торговую марку, но там внутри собственной торговой марки, конечно, в большей степени на качественную марку, на качественные составы, то есть клиенты смотрят на это, считают деньги, меньше брендозависимости в силу и естественных причин, и внешних причин. Наверное, это то, что просто возникает в голове на первый вопрос, а, конечно, и трендов, и каких-то еще происходящих событий гораздо больше, чем то, что я назвал. Ну, понятно, что есть определенные вызовы, которые максимально повлияли на работу сети, и как их удалось преодолеть, какие из вызовов продолжают оставаться очень актуальными для работы? Ну, в начале года нам еще казалось, что там ситуация будет развиваться, там, скорее, более драматическим, по более драматическому варианту. Мы по-прежнему не знаем, что будет дальше, да, но в целом мы понимаем, что мы нашу полку не оставили пустой. Те категории, которые для нас исключительно важны, это так называемые свежие категории фрукты-овощи, молочный гастроном, мясной гастроном и так далее. Здесь, собственно говоря, с точки зрения именно ассортимента какой-то драматики, с нашей точки зрения, не произошло. Да, усложнились некоторые цепочки поставок, где-то произошло удорожание, опять же, из-за более сложной логистики, но в целом, я думаю, что это все замечают, что ассортимент на полках, ну, не стал беднее в этом плане. При этом в отдельных категориях, так называемых сухих категориях, напитках, да, мы были вынуждены заместить достаточно высокую часть ассортимента, особенно в напитках импортных. Я говорю о крепком алкоголе, о пиве, о газированных напитках, да, но, опять же, я здесь, мое личное мнение, что здесь какой-то драматики нет, в том смысле, что именно как потребности мы, с точки зрения потребностей клиентских, мы смогли заместить, и рынок подстроился под ту ситуацию, которую мы сейчас имеем. Ну, вот все-таки про ассортимент, он сократился, увеличился, ну, смогли ли вы добрать новинки, или как скорректирована сейчас политика сети по поводу вывода новинок, и вообще, какой сейчас вызов вы видите еще для поставщиков в части категории? Ну, на самом деле ассортимент не упал в своей ширине, по крайней мере, применительно к перекрестку, как к супермаркету, с широким ассортиментом, да, он не упал. Мы, скорее, сами сознательно идем в некоторую оптимизацию ассортимента. Для чего? Для того, чтобы вот этот зачастую не всегда эффективный хвост, который мы держим на полке, который, возможно, слабо оборачивается, сократить, оптимизировать для того, чтобы дать место в том числе более востребованным продуктом. То есть здесь это не вызвано какими-то внешними причинами, да, поэтому, да, в каких-то отдельных категориях, конечно, есть там и драматические какие-то явления, да, но когда мы смотрим в целом на ассортимент супермаркета, я считаю, что мы вполне достойно прошли вот тот период, о котором мы сейчас говорим. Понятное дело, что у нас есть определенный план Б, план С и какие-то еще митигирующие мероприятия по поводу того, куда может пойти ситуация дальше, но вот на текущий момент я считаю, что мы в целом не потеряли в плане именно закрытия клиентских потребностей. Повторюсь, да, в отдельных категориях где-то бренд являлся равно потребность клиентская, и эта потребность ушла. Но так как это плюс-минус произошло в целом на всем рынке, для всех игроков по отношению ко всем клиентам, то в целом ситуация уравновесилась. Что касается СТМ, если мы говорим про него как одну из главных, ну, из очень заметных сейчас трендов, да, СТМ, о нем все говорят. Какова стратегия развития СТМ сейчас в перекрестке? Ну, здесь у нас на самом деле все банально, ничего нового за последние, там, концептуально нового за последние 2-3 года, наверное, не происходит. Увеличилась только скорость. Опять же, в силу внешних макрособытий, да, эта скорость еще увеличилась в этом году, и на следующий год мы, конечно, тоже делаем основную ставку. Если рынок в целом по СТМ во многом драйвится, на мой взгляд, X5 групп, пятерочкой, перекрестком, рынок СТМ, наверное, в продовольствии, ну, где-то 12-14%, то в пятерочке на данный момент это уже к 30%, у нас на конец года, я думаю, что будет процентов 18-19%, а в следующем году мы прогнозируем в среднем 25+. Но это просто цифры, да, цифры на самом деле могут быть обманчивы. Скорее, речь о качественном замещении. Опять же, повторюсь, что клиент и в силу внешних событий этого года, и в силу просто большей потребительской образованности, все идет туда, да, поэтому основные фокусы, наверное, я бы назвал следующим, что, следующее, что мы в перекрестке уходим от большого количества брендов, марок, я бы даже не назвал их брендами, а скорее марок торговых. Их на самом деле там, если сейчас на полке посмотреть, технически может быть, могут быть десятки, там, больше 20. Где-то клиент даже не осознает и не ассоциирует это с сетью. Мы переходим на 4-5 фокусных бренда. Это шеф-перекресток в готовой еде, это маркет-маркет-коллекшн в среднем-высоком ценовом сегменте, это зеленая линия как продукт с коротким составом, это бренд просто, там, достойное качество по доступной цене. И для чего, да, для того, чтобы клиент ассоциировал данные бренды с сетью, мы этого там не стесняемся, мы не играем, не мимикрируем под какие-то дизайн-коды или под бренды, которые сильнее в этих категориях, да. Мы говорим, что это бренд с сети, мы гарантируем качество и уходим в узкий портфель, но кросс-категорийный портфель для того, чтобы более удобно продвигать эти марки на полке и вне полки, а также для того, чтобы клиент мог ориентироваться внутри магазина между разными категориями, что, допустим, если это доступное качество, достойное качество по доступной цене, ну, значит, в каждой категории такой выбор будет. Поэтому здесь, ну, каких-то глобальных новостей нет, увеличилась только скорость. Касаемо СТМ, все-таки какая-то дополнительная коммуникация там покупателей будет сделана, то есть, или только в магазинах и в соцсетях? Ну, это, я надеюсь, что будет, и на данный момент она происходит, то есть, ненасколько там вижу, сейчас у нас идет компания по телевидению как раз там с зеленой линии, с одной из фокусных марок, которая там в этом году, она там выросла процентов на 120-150, по-моему, и даже не с низкой базы, а уже с высокой. Но это будет зависеть, опять же, от развития событий, да, потому что если не будет каких-то шоков дополнительных, то, конечно, и реклама на телевидении вернется и будет в полном объеме, и диджитал, и так далее. Да, мы исходим из того, что, из позитивного там прогноза и сценария, что, конечно, это все будет, и мы будем продвигать собственные бренды. Мы находимся сейчас на X5 Dialog. Это для вашей регулярной истории, когда вы рассказываете, как вы планируете свой следующий год, и делитесь с поставщиками какими-то идеями и планами, как за последний год изменилась работа с поставщиками, и как вы далее планируете развивать партнерство с вашими поставщиками? Да, ну, наверное, вот фокус этой конференции для нас, для меня, по крайней мере, он точно один, помимо партнерства, помимо того, чтобы раскрыть чуть более полно, в том числе и в рамках круглых столов, не только пленарные сессии, по перекрестку, конкретно по категориям и по СТМ, куда мы идем, чтобы в течение следующего года, конца этого и следующего года, наши партнеры могли делать нам более какие-то заточенные под нас предложения. Это все понятно, это важно и нужно. Основным фокусом я бы хотел донести, что для нас, как для X5 и как для перекрестка, приоритетом является принцип лучшей сокопочной цены для лидера рынка, коим мы являемся. И, что не менее важно, это прозрачности формирования этой закупочной цены. Думаю, что за последние годы во многом здесь какие-то вещи не были сделаны правильно с обеих сторон. Сейчас и требования рынка, и требования клиента, у которого денег в кошельке не прибавляется, а инфляция, в том числе продуктовая, достаточно высокая, в том, что мы были вместе гораздо более эффективны с точки зрения конечной цены на полке. Поэтому вот это, наверное, основная такая красная линия, которая пройдет сквозь всю нашу конференцию. Ну и одна из тем, которая вроде как перестала быть такой главный фокус, но перекрестка – очень активная история про ИСЖ. Вы очень много коммуницируете на тему устойчивого развития. Насколько сейчас этот тренд остается актуальным для сети? Ну, устойчивого развития мы в ИСЖ 5, в перекрестке никогда не рассматривали именно как тренд. Для нас это скорее принцип. Для нас это часть стратегии развития, никуда это не девается. Да, учитывая внешние шоки, которые происходят в этом году, понятно, где-то в какие-то месяцы, что называется, было не до этого. Но в целом забота о планете, о сотрудниках, о чистой окружающей среде, она никуда не девается. Это внутри нашей стратегии. Поэтому мы будем по-прежнему развивать это направление. Мы фокусируемся именно на футшеринге в данный момент. Поэтому, собственно говоря, тех партнеров, которые готовы в этом направлении участвовать, мы тоже приглашаем делать какие-то совместные проекты. И, более того, даже какие-то проекты в перекрестке в рамках переработки пластика, упаковки и прочее, они, несмотря на весь драматизм этого года, никуда не исчезли в этом году. И даже применительно к СТМу, например, к марке «Зеленая линия», мы, наоборот, стимулируем производителей работать с нами с перерабатываемой упаковкой. Поэтому это не тренд, это просто часть нашего ДНК, которая с нами остается. Дмитрий, спасибо большое. Коллеги, напоминаю, что вы можете посмотреть видео с круглых столов у нас на сайте, и на сайте x5-диалог. Внимательно изучайте все большие материалы, которые специально для вас подготовлены коллегам из x5. Наталья, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok